Об ответственности сегодня говорили и в компании Казавтожол. Вот только не о своей, а о водителе. В компании считают, что именно превышение скорости и нарушение правил ПДД становится причиной аварии на современных бетонных трассах. Согласны ли с ними автолюбители, на чьей стороне полицейские в этом споре, расскажет Мадиная и Сюмбаева. Западная Европа, западный Китай. 39-й километр на восток. Астана, Караганда. Я такое первый раз в жизни вижу. Смотрите. Автовладельцы со всех уголков Казахстана продолжают делиться в соцсетях кадрами с дорог республиканского значения. За минувшие выходные на дорогах страны произошли массовые аварии. В Казавтожоле заявили, основная их причина – несоблюдение ПДД водителями. В аварии не только на бетонных трассах, но вообще на любых других трассах республиканского значения львиная доля происходит по вине водителя. Это несоблюдение скоростного режима. Водители, безусловно, должны строго соблюдать правила. А в непогоду быть осторожными, считает и автоэксперт Алексей Алексеев. Но это не снимает ответственности с дорожников, которые обязаны следить за состоянием трасс, говорит он. В этой ситуации Казавтожол, конечно же, снимает с себя ответственность. То есть, они ответственны за состояние дорожного полотна, дороги. И им ничего не остается делать, как снять с себя ответственность. На стороне водителей и полицейские. При обследовании трасс Алматинской области они выявили нарушения по их содержанию. Стражи порядка проехались по участкам дорог республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск. Сейчас сами вот видите, автодорога не чищена. По результатам обследования нами будет выдано предписание по очистке, а также по подсыпке автодороги. За нарушение правил содержания дорог в отношении ответственных полицейские составили 156 административных протоколов. В Казавтожоле сообщили, что чистка снега и посыпка дорог ведется. Просто работники не успевают и не хватает техники. Зимой на содержание дорог республиканского значения выделяется более 1000 единиц. Необходимо докупить еще около 500 снегоуборочных машин. Некоторые на ремонте. Мадина Исюмбаева, Гарри Бармашев, Информбюро Алматы.